Всем привет! Сегодня я вам покажу свои последние покупки с Алиэкспресс. Если эта тема вам интересна, то оставайтесь со мной. А начну я сегодня вот с таких вот грубых ботинок в стиле Zara. У продавца они представлены в двух цветах, черный, как у меня, и белый. Продавец утверждает, что они выполнены из кожи натуральной, и что это зимние ботинки. А сейчас я вам скажу, что по этому поводу думаю я. Я вам скажу, что я в восторге от этих ботинок. Мне они очень понравились, придраться абсолютно не к чему, по крайней мере в моем случае. По поводу того, кожа это или не кожа, я честно вам скажу, как говорю во всех своих видео, что сейчас эко-кожа делаю так хорошо, что ее практически невозможно отличить ни специалисту от натуральной кожи. Мне кажется, что это кожа. Я не даю там свою руку на отсечение, что это кожа. По моим ощущениям, тут есть необработанные края, все выглядит очень похоже, и кожа очень мягкая. По поводу того, зимний вариант это или не зимний. Конечно же, это не зима. Если там нет достаточно толстого натурального меха, это, ну или хотя бы искусственного, это, конечно, будет не зима, потому что они не справятся с большим минусом. Но с небольшим минусом, от нуля до минус пяти, они вполне себе справляются, и в них очень комфортно. Они практически не ощущаются на ноге, хоть они такие объемные, просто как будто бы летишь в легеньких кроссовочках. Ну, по крайней мере, мне в них очень удобно, и это практически становится моей любимой парой, потому что когда твоя рука все время тянется к одной и той же обуви, уже это наводит на мысли. Изначально я хотела приобрести эти ботинки в белом цвете, потому что смотрела я на них с сентября месяца. Но так как я всегда думала, что это вообще такой основательно осенний вариант, хоть тут и есть какое-то небольшое утепление, я думала, ну, доставка началась долгая, не буду заказывать, потому что будет очень долго. И потом вообще переключилась на белый зимний вариант, который вы все видели в прошлом видео. Но потом на распродаже 11.11 я все-таки не утерпела и заказала. И на мою радость эти ботинки пришли очень быстро, они пришли за 12 дней. Поэтому я их успела поносить, и я думаю, я даже буду их носить и зимой дальше, когда температура будет опускаться ближе к нулю. Или, например, это вариант выбежать из дома к машине, когда вам не нужно ходить долго по улице. Тоже хороший вариант. По поводу цены. Эти ботинки мне обошлись примерно в полторы тысячи, там 1533, что-то такое. Цена гораздо ниже, чем обычно они продаются у продавца. И тут дело лишь в том, что я брала их 11.11 с большими купонами именно от Алиэкспресс. Поэтому, если у вас есть какие-то такие купоны, очень выгодно брать такие вещи. По поводу размера. Размер этих ботинок 9 или 40. На самом деле, у меня 38 размер российский, и по стельке здесь 25 см. Поэтому учитывайте свой размер и выбирайте, не опасаясь вот этих вот страшных цифр, 40 размер. О, нет, оно мне будет велико. Нет, у меня 38, купила 40, вот так сидят. И я забыла про них сказать, что подошва у них резиновая. И я надеюсь, вы заметили вот эти вот замочки, они открываются. И как бы вот, как бы вот, я думаю, вы тут уже все подробно посмотрели. Поэтому вот я последний раз их вам показываю, и мы переходим к следующей вещи. Вторую вещь, которую я вам сегодня хочу показать, это вот такой вот кардиган от бренда Sums Free. Все ссылочки будут, как всегда, у меня внизу. И это поистине шикарный кардиган. Муж обозвал это бабуличным вариантом, но сейчас это супер модно, супер стильно. И если вы сочетаете такую вещь не с какими-то такими бабуличными вещами, а с современными, это смотрится просто, просто супер класс. И я думаю, что этот кардиган вообще будет моей любимой вещью этой зимой. Кардиган будет греть, он такой тяжеленький. А теперь детали, которые вообще мне просто очень понравились. Во-первых, это вот такие вот карманы. Их тут аж 4 штуки. Я обожаю карманы во всех вещах. Даже если в эти карманы я ничего не кладу. Я не знаю, что это за мания, но я вот такой вот человек. Поэтому всегда, когда есть карманы, я всегда об этом скажу. И всегда это будет плюсом к этой вещи. Во-вторых, у нее, у него, у этого кардигана такие интересные рукава. Они как на рубашке застегиваются на пуговку. И, соответственно, также могут и расстегиваться, раз они застегиваются. Это очень прикольно. Вообще, я этого не заметила, когда покупала. То есть на сайте, на фотографиях я этого не увидела. Когда мне пришло, я была очень обрадована этой деталью. Потому что это такая необычная деталь для кардигана. А то, что тут, конечно, присутствует золотая нить, я это знала. И, честно скажу, у продавца он представлен в нескольких цветах. И я долго сомневалась, какой мне взять черно-белый или вот такой вот зеленый с черным. В итоге у меня выбор пал на этот, как вы видите. В последнее время я как-то очень так люблю зеленые вещи. Но, мне кажется, у продавца еще в каком-то цвете там был. Он в красном вроде как. Поэтому, если вам, например, такая расцветка не понравилась, зайдите, посмотрите, как смотрятся другие. И они действительно классные. У меня это размер M. Как вы знаете, я у бренда Sounds Free всегда уже беру размер M практически не глядя. И обошелся он мне в 811 рублей. Это вообще очень недорогая цена. Конечно же, я вам сейчас скажу, что я брала его с большими скидками и купонами на распродажу 11.11. Поэтому не уверена, что у вас сейчас получится так сэкономить и взять его по такой низкой цене. Но, скажу так, что даже за ту цену, за которую он продается обычно, видя его вживую, я бы его взяла. Поэтому вот такой вот кардиган. Кстати, шел он ко мне 31 день. Следующее, что я вам хочу сегодня показать. Я хотела купить несколько месяцев. И, честно, мне казалось, что это слишком дорогая вещь для Алиэкспресс. И я ее не покупала. Но потом я ее купила в распродаже 11.11. Это вот такая вот сумка Шоппер. Еще, что меня останавливало. Вот сейчас вот расскажу свою боль, почему я еще очень долго думала насчет этой сумки. Я люблю, когда вот в сумках вот здесь вот есть молния, чтобы, ну, как сказать, не было такого свободного пространства. Мне не нравятся эти мешочки в сумочках. Вот как здесь вот тоже вот такая вот штучка. Но это хотя бы не мешочек, поэтому я как бы тут еще задумалась. Кстати, сейчас перескочу. Внутри этой сумочки есть вот стандартные замочки, стандартные кармашки. Поэтому все закрывается на молнию. Поэтому я как-то, так сказать, решила рискнуть. Более подробно, конечно, вы увидите вот тут вот, как все там внутри выглядит. Я вам все покажу. А теперь вот мои ощущения по поводу этой сумки. Сумка дико стильная. Она такая непривычной формы. И напоминает, я бы даже сказала, ведерко такое, крупное ведерко. Продавец заявляет, что это кожа. Я, собственно, как и в начале видео скажу, ничего не знаю, но очень похоже. Вообще вещь очень приятная по качеству. Видно, что она стоит, вот она прям стоит дорого. Когда ты на нее смотришь, ты понимаешь, она стоила дорого. Конечно же, я вам сейчас скажу, что я ее купила за 2150 рублей. И это не так уж и дорого. Но она стоила намного дороже. Я ее покупала с дикими какими-то купонами. Вот она 11.11. Поэтому так вышло. Вот вы перейдете по ссылочке, посмотрите, сколько она стоит в обычные дни. И даже в распродаже она особо не снижается. Поэтому вот так вот. Что я хочу сказать по поводу удобно-неудобно. Я походила, кстати, с этой сумкой. Вот эта штука мне пока непривычно. Но общий вид, общий формат этой сумки мне очень нравится. Мне очень нравится, как она выглядит. Она выглядит очень стильно. Это необычный квадратный шоппер. Это, ну, такое, интересная такая вещь. И я думаю, что я ее буду прям очень-очень-очень хорошо носить. Тем более, она оказалась, ну, прямо дико вместительной. Возможно, это как раз-таки потому, что у нее нет вот этой вот молнии привычной, которую я вам говорю. Но я, например, ходила в магазин. У меня вот этот вот огромный шарф, который я вам показывала в предыдущих видео. Не помню, пару видео назад. Который вот, ну, просто как одеяло. Плюс шапка, перчатки. Я пришла в магазин, сложила этот огромный шарф туда, в сумку. Туда же и перчатки у меня поместились, и шарф. И спокойненько я вот так вот ходила. И меня вообще ничего не волновало. Во-первых, мой вот этот вот шарф, он закрывал вот эту маленькую сумочку, в которой у меня лежали все важные вещи. И мне как бы, на нее даже я не доберусь, пока не вытащу этот шарф. А во-вторых, это очень удобно, когда, например, в зимний период тебе не нужно таскать вот эти вот утеплители в магазине. Потому что на улице без них холодно, а в магазине с ними жарко. Но я не говорю вам, что нужно для шарфа именно такую сумку покупать. Она сама по себе крутая. Просто это один из плюсов. По поводу доставки. Она пришла ко мне, кстати, тоже очень быстро, 14 дней. И внутри вот у этой большой сумочки есть такой вот крепеж, типа замочек, я так думаю, чтобы она особо не раскрывалась. И внутри еще есть кармашки. Я думаю, что можно и без вот этой вот маленькой сумочки носить. Кстати, когда я заказывала, там еще какой-то подарочек мне пришел. Была очень хорошо, она упакована. Внутри был воздух и все-все-все. Поэтому очень советую. Вот она такая интересная форма, а вот она не помялась. Видите? И я буду заглядывать к этому продавцу. Я очень люблю сумки. Обычно, если вы смотрели мои предыдущие ролики, сумки все были миниатюрные. Но как бы в летний сезон вот не хочется особо много таскать. Но я думаю, что это будет моя всесезонная сумка. И я ее буду носить летом и зимой. А теперь буду показывать вам следующие покупки. Сегодня мое видео это такой некий баланс. Потому что следующие две вещи, которые я вам покажу, не вызвали у меня такого вау-эффекта, как вызвали вот эти вот три первых вещи. Четвертое, что я вам покажу, это вот такой вот свитер. В составе тут тоже есть шерсть. Я не помню, что это около 10% или около того. Он с воротом. Я думала, что он будет белого цвета, но он молочного. Он чуть короче, чем я себе предполагала. Короче, это из истории о том, что я сама создала себе картинку. Когда вещь пришла, я так немножечко подрастроилась. Хотя это известный и любимый мною бренд only. Размер M у меня. И вроде бы все должно быть хорошо. Ну вот, возможно, это вещи с той серии. У меня бывают такие вещи, которые, когда они придут, я как-то к ним особо не проникнусь. И как-то так обхожу даже стороной. Но потом, когда я найду идеальное сочетание, они становятся одними из любимых. Надеюсь, что это так. В целом, вот именно к этому свитеру придраться не могу. И даже много раз его уже носила. И, в принципе, он и теплый. У него такая интересная вязка. И она как бы при близком рассмотрении может показаться немножко в дырочку. Очень толстая нитка. И горло у этого свитера, в принципе, актуальное сейчас. Оно там никуда не заворачивается. Просто вот стоит такой стоечкой, объемненькая. Ну, вот пока очень хорошо, но не отлично. Ну, вот не знаю, как так получилось. А по поводу стоимости. Этот свитер мне обошелся в 620 рублей. Там не было никаких супер каких-то скидок. Просто, мне кажется, я его купила даже до распродажи. 11-11 размер М, я уже сказала. И шел он ко мне 19 дней. Он пришел ко мне не один, он пришел с другом. Это вот такая вот молочная кофта. Почему я вообще обратила внимание на эту вещь? На модели она очень интересно представлена. Представлена, так знаете, приоткрывающее одно плечо. То есть, как будто у нее такой широкий ворот, который можно приспустить на одно плечо. И это так эффектно смотрится. И я вообще очень люблю такие вещи. Поэтому как бы и вот эту вот кофточку сразу же закинула себе в корзину. Но на модели, видимо, очень удачно ее подали. Она, конечно, у нее широкий ворот. И как-то вот тоже спускать можно на это плечико. Но при этом присутствует какая-то некая расхлябленность, расхлабленность, как это правильно слово говорится. Ощущение. Знаете, ну по крайней мере сейчас у меня такой полувытянутой майки какой-то старой. Хотя она как бы не кажется старой. Но вот ощущение какой-то растянутости, несобранности. И вот даже как я обожаю оверсайз, я его очень люблю. Но здесь она слишком широкая. При том, что она такая широкая, у нее какая-то куцая длина. Она и не укороченная, она и не длинная, и не обычная. Вот эта вот стандартная длина. Как-то я пока с этой вещью вообще не подружилась. Вот видите, даже на ней вирочка пока висит. И я очень надеюсь, что я найду то сочетание, где она будет выглядеть хорошо. И возможно даже вам вот здесь вот в примерке я его покажу. Но пока я даже не знаю, что еще сказать. У нее такие широкие, как бы модные рукава сейчас. Очень приятная такая ткань, пушистенькая немножко. Я, кстати, хотела ее взять, например, не в таком еще цвете. Она у продавца еще представлена, знаете, такой ли цвет пыльной розы. Вот такой увядающий, красивый тоже цвет. Но вот решила в этом. И, собственно, думаю, что цвет особо роль тут не сыграл бы. По поводу цены она мне обошлась в 444 рубля. Собственно, как она шла с тем белым свитером. И шли они 19 дней. Это любимый мною бренд Only. То же самое. Это размер M, который я всегда у них беру. И вот тут вот как бы был бы S. Я думаю, разница была бы невелика. Там оно чуть-чуть отличается. Тем более, если вещи этого бренда я всегда беру в размере M. И всегда все хорошо. Тут, я думаю, дело в крое. Я думаю, что не стоит скрывать вот такие вот варианты, когда я вещами не очень довольна. Как вы считаете, нужно такие вещи показывать в этих видео или не нужно? Или недовольна? Значит, не показывай, прячь от всех. Надеюсь, это видео вам понравилось. И первые три вещи перекрывают все, что я показывала дальше. Хотя, честно, если не придираться, то четвертая вещь вполне даже ничего. Меня вот больше вот это вот расстраивает. И, наверное, отголоском туда отдается, раз они вместе ехали. Ну, а сейчас я буду с вами прощаться. Пока-пока. До новых встреч. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!